Вот уже более 76 лет мы живем под мирным небом благодаря тому, что воины Красной Армии освободили Славянский район от немецко-фашистских захватчиков. После тяжелых боев многие наши бойцы пали смертью храбрых. И до сих пор есть в земле останки погибших безымянных солдат. Их, конечно, нужно найти и со всеми полагающимися почестями перезахоронить. Война огненным ураганом пронеслась по кубанской земле. Враги ожесточенно сопротивлялись наступлению частей Красной Армии, которые освобождали Славянский район. Наши войска несли серьезные потери. В прошлом году поисковиками на территории гражданского кладбища хутора Солодковского Забойского сельского поселения было обнаружено госпитальное захоронение времен Великой Отечественной войны. Это все бойцы 351-й стрелковой дивизии. В госпитале здесь был 316-й медсанбат именно этой дивизии. Поэтому это тот уникальный случай, когда отдельно нельзя сказать, кто есть кто, как говорится, но в общей массе все фамилии известны. И вот это очень здорово, что сейчас все фамилии вынесены на памятник и увековечены по-настоящему. После большой работы славянцам помогали поисковики из Темрюка и Анапы. Останки воинов-освободителей было решено торжественно перезахоронить. В честь этого события в хуторе Солодковском прошел митинг. Мы будем всегда чтить и помнить вечную память нашим 27 воинам. Пусть покоятся они на нашей земле. Мы будем вечно помнить о них, о их ратном подвиге. Все, что делается в нашем районе по увековечению памяти героев, адресовано в первую очередь юным славянцам. И они дорожат этой святой памятью о сороковых пороховых. Во славу подвига народа воздвигнуты монументы и в граните, и в мраворе, в слове и в музыке. Но ничуть не меньше памятник воздвигнут в каждом благородном сердце. Память людская, самый великий, самый несокрушимый символ победы. Мир не должен забывать ужасы прошедшей войны. После проведения церемонии отпевания, останки фронтовиков были торжественно перезахоронены. Венки и живые цветы возлагаются к братской могиле воинов-освободителей Кубани. Отныне это место станет дорогим и памятным для всех. Это, конечно, очень волнительно, важно для жителей, особенно для молодежи, что все это останется в памяти, что все это восстановлено, все подробности, что будет куда прийти и отдать дань памяти погибшим. Сегодняшний день для нас самый главный и торжественный. Ведь мы видели, как перезахоронивали воинов Великой Отечественной войны, которые воевали за наши жизни, чтобы мы дальше продолжали жить счастливо, и не было никаких войн. Сколько бы лет ни прошло, к этой братской могиле отныне не зарастет народная тропа. Благодарная память славянцев о подвиге солдат Победы будет жить вечно. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа События.